При каких условиях Москва может пойти на диалог с Тихановской? Минуточку, это не пафос российской внешней политики или Российской Федерации, это международное право. Так зафиксировано в Уставе Организации Объединенных Наций. Мы являемся членом ООН, мы являемся членом Совета Безопасности ООН, мы привержены международно-правовым нормам. В первую очередь это Устав Организации Объединенных Наций, Резолюции Совбезы и весь тот массив, который накоплен человечеством с момента создания Всемирной Организации. Организации Объединенных Наций. В этом нет ничего пафосного. Это практика жизни для многих государств на протяжении десятилетий. Для чего это сделано было? Опять же, здесь пафоса было мало. Была прагматика, чтобы не допустить конфликтов государств, которые могли бы привести к новой мировой войне. Сделано это было и структуру ООН, и Устав начали разрабатывать еще во времена Второй мировой войны. Завершилось это с созданием и открытием непосредственно штаб-квартиры и началом работы государств-членов уже после окончания войны. Но задача была не пафосная, задача была прагматичная – обеспечить условия для того, чтобы страны, народы решали возникающие проблемы, споры или недопонимания на основе общих правил, которые зафиксированы в правовых документах, зафиксированы в праве. Не придумать правила каждый раз под себя, которые были бы удобны в том или ином случае, а потом от них отказываться или другим не давать возможности для равноправного задействования этих правил, а для того, чтобы право было одно для всех. Его можно потрактовать по-разному, можно отстаивать, можно добиваться на основах консенсуса изменений, дополнений, развития права, кстати говоря. Но при этом это был бы консолидированный процесс, который бы имел общую почву – международное право. Поэтому я никак не могу принять ваш аргумент относительно того, что это пафосная оппозиция, она идет от жизни, она идет от страданий, она идет в целях не допустить новых страданий и сохранить жизнь и мир, мирную жизнь. Теперь вот непосредственно ближе к теме, связанной с Белоруссией. Вы вот точно совершенно отметили, что Россия редко поддерживает оппозиционные силы за рубежом. Мы вообще не поддерживаем оппозиционные или какие-либо другие силы. Вот оппозиция суверенного государства, внутри суверенного государства – это дело народа этой страны. Поддерживать эту оппозицию или не поддерживать. Только люди, живущие на территории той или иной страны, имеют право решать, какая политическая сила им ближе, за кого голосовать, а кого, так сказать, не рассматривать в качестве серьезных политиков. Это не вопрос другого государства. Это исключительно прерогатива народа соответствующей страны. И в этом мы, по-моему, так сказать, вот уж точно отличаемся от Соединенных Штатов Америки, которые имеют привычку беспардонно мешиваться во внутренние дела суверенного государства, исключая поддержку несистемной оппозиции. Мы проводим контакты с оппозиционными структурами. Это может быть политическая партия, которая не является правящей, но представлена в законодательном собрании, или которая участвует в общественном диалоге. Или это политическая сила, может быть, не оформленная в партию, но участвующая в внутреннем политическом процессе, заявленная в таком качестве. Или, например, даже поддержанная какими-то международными структурами. Да, мы с такими силами поддерживаем контакты. Это разные силы. Совершенно не значит, что мы поддерживаем их идеологию или форму деятельности. Нет. Но существуют разные ситуации, где это идет на пользу непосредственно самому государству. Не отдельной политической силе, партии, группировки, а всему государству. Мы только что говорили о ситуации в Афганистане. Да, мы поддерживаем там межафганский диалог. И поэтому мы контактируем с различными силами, которые участвуют внутри Афганистана в этом политическом процессе. И, мало того, есть еще и резолюция Совета безопасности, которая призывает страны к подобному подходу. Поэтому здесь все четко, законно и не уверенно, что пафосно, но достойно, мне кажется. Мы действительно уважаем суверенитет и независимость других стран. И не собираемся уподобляться тем нашим западным партнерам, которые пытаются реализовать по всему миру, особенно на постсоветском пространстве, теорию и практику цветных революций с целью приведения к власти сил, на которые делают они ставку, или которые проводят не собственные национальные интересы, а интересы других стран или страновых объединений. Вы знаете, что касается теперь Белоруссии. У нас, правда, нет желания способствовать легитимизации беглых оппозиционеров. Внутренние процессы Белоруссии – это внутрибелорусские процессы. Это такая фраза, в общем-то, достаточно громоздкая, но, по-моему, при этом одновременно очень конкретная. И, к сожалению, представители белорусской эмиграции, включая и упомянутую вами Тихановскую, не предлагают конструктивной объединительной повестки по преодолению кризиса в стране. И, мало того, они еще и игнорируют предпринимаемые минскому шаги по конституционной, например, реформе, что является чрезвычайно важным для государства. Наоборот, как мы это видим, и это, в общем, не только такие, знаете, теоретические измышления, это как раз анализ фактов. Они делают все, чтобы раскачать ситуацию в республике и нанести ущерб ее экономике. Ну вот, чего только стоит заявления и призывы к западному сообществу о введении новых санкций в отношении Белоруссии, белорусской экономики, граждан этой страны. Это что, служит консолидацией общества? Это что, выгодно Белоруссии как государству? Это что, является частью реализации национальных интересов? Поэтому мы считаем, что лица, призывающие к ужесточению санкций против собственной страны и собственного народа, вряд ли имеют политическое будущее. Еще раз хотела бы подчеркнуть, я говорила об этом, так сказать, в целом, а теперь хотела бы непосредственно сказать в контексте Белоруссии. Мы полагаем, исходим из того, что только белорусские граждане, их законные представители, а не самозваные лидеры демократических сил, как они себя называют, их западные кураторы, вправе решать судьбу своей страны. Есть очень важный еще один фактор, о котором я хотела бы отдельно сказать. Понимаете, всякое может быть. История знает разные примеры. Но в данном случае очевидно, что за якобы самостоятельными политическими деятелями Белоруссии, которые сейчас находятся за ее пределами, стоят силы, совершенно с Белоруссией не связанные. Не просто стоят, а полностью организуют все. Быт, деятельность, финансирование, протекцию, политическую активность. То есть говорить-то надо не о самостоятельных политических фигурах, которые представляют ту или иную часть, большую, небольшую часть белорусского общества, а говорить-то надо о тех силах за пределами Белоруссии, которые рекрутировали из рядов граждан Белоруссии выгодные им фигуры для проведения собственной повестки. Вот вам и ответ на вопрос. Белоруссии 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 Белоруссии